Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons, и это краткий апдейт по ситуации на рынке, что происходит с биткоином, с другими криптовалютами и вообще. Мои 5 сатоши на это, мое мнение, если вам интересно, сразу вываливайте лайк и подписывайтесь на канал, если вы зашли впервые, погнали. Короче, биткоин, 4-часовой таймфрейм, мы отскочили, мы отскочили, пробив вот это сопротивление, и сейчас тестируем сетку EMA Ribbon как поддержку потенциальную. То есть предыдущий уровень сопротивления, локальный, потенциально становится поддержкой, и мы летим дальше. Это основной сценарий, которого сейчас придерживаюсь я, поскольку в целом мы видим, что мы формируем аптренд, у нас повышаются минимумы и максимумы. Ну и также я вам напоминаю, что мы смотрели на вот эти 4 графика, это биткоин, эфир, дэш и лайткоин, буквально несколько дней назад. И в телеге тоже делали пост, кстати, подписываются на телегу. Короче, о том, что старые литкоины потенциально являются опережающим индикатором. Смотрите, лайткоин первый попер, закрыл все падение. Сейчас, конечно, немного корректируется, похоже, что может быть двойную вершину локальную здесь рисуют. Хотя тоже не факт, потому что это все может быть треугольник с поджимом наверх и пробитием дальше по тренду. Но тем не менее, лайткоин опередил с разворотом, дальше попер дэш, смотрите, о чем мы говорили. Дэш уже пробил сопротивление и уверенно прет сейчас дальше наверх, параболически закругляясь. А биткоин и эфир что сделали? Они также пробили после лайтка и дэша уже вверх. И биткоин сейчас корректируется, а эфир, похоже, что уже скорректировался и попрет сейчас дальше наверх. Короче, выглядит все очень-очень и очень лангово, но дисклеймер, ребяточки, не финансовый совет. По поводу моих позиций что? Вот у меня дэш разрывается в профите, биткоин тоже. Позиции я свои держу, частично плавно разгружаю-догружаю. Торгую на бирже Bybit, ссылка на который в описании и обзор сейчас появится сверху у вас вот там, посмотрите обязательно. Вот, собственно, что? Держу дэш, который вроде бы еще даже расти не начинал, а уже в диком профите. Потому что смотрите, вот, приближаемся. Вот у нас дэш. Отрос, закрыл все падение, да? Психология какая у трейдера, что все, нормально отросли, take profit, а заодно и шартану, чтобы типа заработать. Перевернусь. А дальше отдаляемся и понимаем, что ага, мы еще на дне. Мы тестируем тоже предыдущее дно. Вот здесь вот, где я зашел, это предыдущее дно. 38. Оттестировали успешно и поперли дальше наверх. Приближайшие цели глобальные, такие локально глобальные, это вот, вот эта средняя зона его значения, это 100 долларов. Поэтому, когда я вам говорю, если он дойдет до 100 долларов, он там не остановится, он просто попрет на ту за мун, и там уже дальше, я вам говорю, и по 400 вы будете думать, блин, нормальная была цена. Но дисклеймер, не финансовый совет, еще раз говорю, это просто мое мнение. Напишите, кстати, в комментариях, согласны ли вы с таким сценарием по дэш, или вы считаете, что я шизанутый на всю голову. Ну и вот, так что что, вот интересная противоречивая еще ситуация, что по альтсезон метрики, по альтсезон индексу мы не в сезоне. Причем самое смешное, что это не альткоин месяц, не альткоин год и не альткоин сезон. Но при этом, что мы видим с вами на графике BTC dominance, на графике доминации, что абсолютно противоположная ситуация происходит. Вот, отдаляясь на недельный таймфрейм, мы падаем, мы падаем и все время тестили, мы никак не можем пробить вот эту зону, этот канал альтсезона еще с прошлого, 2017 года. Если мы сейчас его пробьем, то это как раз будет мощнейший альтсезон. Он может быть выражен в иксах к биткоину, которые будут просто очень быстро, знаете, x10. Потому что много всего интересного происходит, я вам хочу сказать, и в твиттере, и вообще новостей столько слушать. Сейчас вот еще вышло интервью с камбанкмена Фрада. Наши ребята тоже переводят на криптоконс 2.0, возможно, или даже на первом основном канале появится скоро это интервью. Поэтому жамкайте лайк. И что еще? Вот с медвежьей перспективы, кстати, в телегу я делал пост. Кстати, вот почему обязательно проверьте подписочку на наш телеграм-канал, ребята, чтобы не пропускать такие штуки. Вот он вам, медвежий момент. Биткоин сейчас тестирует предыдущий уровень поддержки, предыдущее дно, вот это, которое тенью было достигнуто, уже в третий раз, посмотрите. И что после этого было? Было падение. Поэтому да, локально, если все зависит от вашего горизонта планирования. Если вы краткосрокер, спекулянт, скальпер, локально, конечно, может быть сейчас даже и пошортить это можно. Я ничего не говорю. Вот приближаемся, тут можно хеджевые шорты брать и на Dash, и на Litecoin, и на чем угодно. Но глобально, вон, посмотрите, что с ним происходит. Вот, если вы не закрыли свой хеджевый шорт, то вас просто сейчас умывает потихонечку. Вот, так что, друзья, еще раз говорю, локально аптренд, глобально у битка всегда аптренд, среднесрочно тоже медвежий рынок по ходу заканчивается. Поэтому ставим лайк, подписываемся на канал, торгуем осторожно. Всем профитролей и скоро увидимся, пока. Продолжение следует...